Друзья, всем огромный привет, Оз. Здоровенькие, Булы. Что это вы тут делаете? Какая у нас пушечка. У нас сегодня подписчиковый день. Во-первых, приехал Серега-дегазатор, привез мотоцикл и говорит, что, пацаны, этот мотоцикл был моего деда. Давайте его восстановим. Я буду на нем ездить. Но мы в мотоциклах, честно говоря, ничего не понимаем. Это скорее к монстроходу, потому что он понимает. Но дед у Сереги зажигал максимально. Пиратская станция. Алексей Михайлович, когда увидел, говорит, сейчас мы его расчухаем, сейчас мы его заведем. Алексей Михайлович же там что-то с монетой делает. Да, и у нас сегодня день вообще Серега. Серега из Белгорода, помнишь, который на Тойоте приезжал, наш подписчик? Ну, да, да. Говорил, ваше все боевое говно, немцы говно. Да, RAV4 пушка. У него мотор лег, говорит, пацаны, пожалуйста, помогите мне найти мотор, отправите его вообще в Белгород. Мне, пожалуйста, помогите. Вот так вот. А он денег нормально стоит. И бабушку сейчас покроешь. Ладно. Ну, это просто Шелихин Майя. Да. Всем привет. Так, ну что, Аркадьевич, где аккумулятор? У нас бустер, вон нафиг нам аккумулятор. Так, бензин залили. Бензин залили? Да, 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 только не 24 вольта, Саня, пожалуйста. Да, мы запускали не такое. Ключи-то где? Ключи у меня. Ну, вон, все, топливо пошло. Пошло, да? Да. Это я мечтал о том мероприятии, конечно, всю жизнь. Ты что-нибудь сломал? Майя, уже сломал. Что ты? Что ты делаешь, Саня? Прово-прово, а? Что ты творишь-то? Что? Ты сейчас плюс замкнешь на массу, и что будет? Кто его сказал, что там перебит? А не перебит. Да ты сейчас его так перебьешь. Восятка. А как он будет топовать-то? Дай ключ. Не, ну тут тогда не дрюкнешь. Кикстартер, ты как ты будешь вспоминаешь? Кикстартер, это советская техника старая. Смотри, какой фетиш тут. Да, да, да. Пиратка его здесь вот. Все, давайте. Эх, прокачу. Ну, это мощно. Все. Ты представляешь, ты представляешь, Сергеевич, сколько было пьяных телок на этом мотоцикле? Конечно, да, 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 это ж пиратская штанция. Красное количество времени. Ну. Саня, Саня, о. Что, ни одна лампочка, да, не горит? Санечка, нет, я все уже сделал. Ну что вы все такое, все нормально. Ну что ты, да, ну давайте уже дрюкнете. Бостер, ключи. Так, тут ни одна лампочка так не загорелась. Да он должен завестись. Это же, ну, молодца, цикл. О, смотри, фары есть. Фары. Фары есть. Поворотников нет. Зеркало такое, да? Зеркало, да, оно просто без ничего. Да, оно и не отсюда максимально. Ну, давай попробуем дрюкнуть. Да, здравствуйте. Здравствуйте. А что, так можно было, да? Привет. Да, офигеть, вот эта техника. Я говорю, вот эта техника столько стояла и запустилась. Не сдал. Не сдал, вылезай. Да. Охренеть. Вот так вот. Да, да, да. А, причем, а Серега просто его выгрузил, такое чувство, что он просто лежал где-то в канаве. Да? Да. Он выглядит, он выглядит так, как будто да, он прям максимально был в канаве. Могу. Техника меня любит. Похожа на просто немецкую. А, господа, я хочу к нашим подписчикам обратиться, если кто-то что-то понимает. Итак, у нас мотоцикл Иш, Юпитер. Два. Два. Второй. Шестьдесят седьмого года, на секундочку. Но нам очень бы хотелось восстановить его в сток. Поэтому, насколько я понимаю, здесь очень много, что не аутентично. Не аутентично. Зеркало. Ну, как минимум, да. Ну, ключ аутентичный, ключ его. Ключ вроде отсюда. Не, ну, это уже четыре, да. Поворотники явно не его. Переднее крыло, черт его знает. Может быть, да, может быть, нет. Но вилка точно очень похожа, что перья точно не от него. А вот тут вот еще, смотри, здесь еще вот такие крепления для люльки. Видимо, они не штатные тоже, да? На них были люльки? А черт его знает. Не знаю, должна быть идея. Видишь, на меня кто-то хочет. Михалыч, ты помнишь, как он должен в оригинале выглядеть? Не совсем. Что ты еще видишь, что не оригинальное? Давайте все вместе, потому что, как бы, я не очень понимаю. Техника-то неизведанная, хотя и прикольная. Да. Ну, смотри, надпись это не его. Надпись топодова. Не его. На ловца и звери бежит. Красавчик. Задний фонарик точно не его. Вот этот. Поворотники не его. Вот этот его, по-моему. Ну, короче, я не знаю. Будешь кусочек? Ну, тут много еще не хватает. Шлихенмайер проставляется. Он нам уже машину должен после того, как БМВ привезли. Алексей Михайлович? Сергеевич? Ну, я занят, у меня руки заняты. Вот так ты взял лучший кусок. Классный взял. Да, да, да. Так и ешь. Кушай, кушай. Но, про комплектность. У тебя пицца некомплектная, я сразу вижу. Ну, непонятно тут на самом деле. Фара его? Фара его. О, потому что зажигание работает, все хорошо. Ручки не его. Почему ручки не его? Не, ручки, походу, дело его. Бабушка, угощайтесь пиццей. Ты мотор нашел? Да. Да. Езжайте в этот. До Блюхера в Евроавтор. Ну. Угу. Окей. Зеркало вы уже говорили? Зеркало. Ну, это ж ежу понятно. Ежу понятно, что зеркало не его. Ручки тормоза не хватает. Да. Ручки дорожил? Ну, по крайней мере, здесь есть этот тросик передний. Угу. Вот он. Здесь. Короче. Господа, кто смотрит это видео, пожалуйста. Либо нам в группу покидайте, ссылки будут в описании. Как должен выглядеть вот этот мотоцикл по заводу. И если у кого-то есть какие-то запчасти, на него тоже пишите. Мы сейчас дохомячим пиццу и поедем спасать нашего подписчика. Аккумулятора нет. Да. Аккумулятор нет. А, тут же вертикальный, да, по идее, должен быть? Черненький. А ты редкость? Я думаю, да. Ну, такого вот. Ну, я понял, да. Черненький именно. С баночками. Ну, какой-нибудь новодельный, ну, под старину. Можно же. Ну, можно. Сань. А. Спасибо за пиццу. Обращайтесь. Итак, на секундочку. Проспект Василия Константиновича Блюхера. Дом 2, корпус 8. Иными словами, маршал Блюхера. Вот ты бы хотел, чтобы в честь тебя назвали проспект? Конечно, конечно. Почему нет? Ну, тогда тебя придется репрессировать. Ну, все же великие, видишь, маршалы прошли через это. И меня можно. И тебя можно. Да. Ну, потом, потом, потом. Потом тебя репресснуть, прессануть, да? Да, да, да. А сейчас еще нормально, да? Сейчас еще... Хотя бы переулочек. Помлатыкаемся, да? Переулочек такой маленький. Маленький язык. Тупичок. Тупичок Сергеевича. Опять же. Там у нас моторчик мы смотрели у вас на сайте. По-моему, 648 заказ. Секунда. РАФ 4. Да, 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 да. 2 ГРФЕ. Так точно. В наличии все есть. А можно его посмотреть? Нам бы вот отправить его. Я, кстати, 100 лет на Блюхера не был. Да, я тут не был. А давно отстроили побольше? Да нет, недавно совсем. Там новое СТО появилось. Соответственно, Римзону расширили. И вообще все хорошо. Ну, у Римзона, кстати, я вижу. Видишь, как бы вот старая была. Здесь поменьше. А там уже, видишь, где новой капли побольше. Я реально 100 лет не был на Блюхере. Ну, я этим-то. Растете, черт побери. Отойди. Там календарь. Вот хороший календарь. Достойный. Ну, смотри, какие пихлые, да? О, дизеляки всякие. Ты на Гаэль намекаешь, что рано или поздно это наступит. Конечно, конечно. А он тут лежит, скорее всего, твой. А есть что, 42-ые моторы, да? Конечно, должны быть. Вопрос. Тарас Сергеевич, это же нужно соблюдать технику безопасности, дорогой друг. Не обращайте внимания, с ним это регулярно происходит. Пойдемте дальше. Вопрос в другом. А как мы сможем там, ну, вообще состояние мотора оценить? Дело в том, что нам подписчику далеко отправляют в Белгород. Вот, и хотелось бы, ну, на 100% понимать, что мотор четкий. Ну, смотрите, мы можем скинуть клапанную крышку, поддон и оценить состояние. Давайте это сделаем. Ну, как ты? Хреново. А что такое? Об балку ударился. Слушай, ну, взятки в гладкие. Ты расписался в журнале техники безопасности. Больно. Сергей Александрович, страдание Тараса Сергеевича для вас. А знаешь почему? Потому что это Toyota. Вот искали бы мотор на Мерс-Тесле на BMW, проблем бы не было. А тут ты все время что-то. Ну, я не Toyota, я сломаюсь, но бывает такое. Больно. Головка блока. Азия. Отлично. Нам нужно в Японию, да? Дальше. Ну, ты хромаем и догонишь. Да-да-да, давайте. Ну, вот он наш пациент. А сколько у него пробега? 67 тысяч. Откуда в Евроавто столько моторов? Просто нечеловеческое количество. Огромное количество, большинство из них из Японии. Контрактные моторы. А, я понял. Хорошо. Япония это хорошо. 67 тысяч. Ну что, дохромал? Да. Пошли клапанные крышки открывать. Я пошел. Догонишь. Мы же его принесем, да, туда? Конечно, обязательно. Сейчас достанем и подвезем. Все, понял. Смотри, даже пумпа целая. Угу. 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 А какой пробег? 67. Все, пока там ногами бился. Ну. Посвяти сюда. Давай. Горлове. Сейчас посмотрим. Посмотрим. Покрутим. Померяем. Если что, туда будем отправлять. Так. Ах ты, посмотри, какая красота. Да не, нормально. Чистый мотор. Да, да, да. Чистый мотор. Натяжители, цепи, фаза, врощелки. Я прям не хочу поехать в перчатках, но руками-то грязными. Да, давай вот эту посмотрим. Давай вторую, да. Подрываем вторую голову. Оп. Клапанный крышечок. Так, и сторожная резиночка. Ах ты, какая красота. Тут точно так же. Подожди, а здесь что? Так. И тут прекрасно. Да, здесь тоже число хорошо. Смотри, фазики. Тут, слушай, я даже не думаю, что есть смысл подрывать поддон, но поскольку это нашему подписчику, давай подорвем. Да. Посмотрим. Домасленный насос. Одно, второе, третье. Ну, как бы здесь в состоянии, в принципе, очевидно, все видно. Да, тут вообще все прекрасно. Угу. Не, хороший мотор. Реально, в Японии хороший мотор. Угу. Да, не БМБ. Не БМБ. Да. Не Мерседес. Я по-прежнему люблю немецкие автомобили. Ты следующий. 642 дизель, очень надежный мотор. Ты следующий. Не надо на меня. Я знаю, если что, где взять. С Японии возьмем. Там, а тем более, модельный ряд очень большой. Эти моторы стояли везде. На Гелендвагенах, на Спринтерах, на Ешках, на Голиах. Везде стояли. Поэтому с этим проблем нет. Я больше не буду делать капиталок. НИ-КОГ-ДА! Так, поддон. Отлично. Что у нас там? Так, давай здесь посмотрим. В сеточку, в сеточку. В сеточку. В сеточку вообще все прекрасно. В сеточку гуд. Да. Здесь все прекрасно. Масло, убавитель. Все. Отлично. Супер. Нам для очистки совести этим эндоскопом бы глянуть. И как он называется? НЕВМОТЕСТЕР, НЕВМОТЕСТЕР. НЕВМОТЕСТЕР. Чумав, чумав, чумав. Угу. Ну все. Ну пока все очень хорошо. Да. Ну единственное, конечно, придется переклеить поддон. Да, да, да. Прокладки поменять, потом переклеить. Ну это не страшно. Да. Это дешевле, чем Capitality, чертова, японская RAV4. Мать его замок. Мне немецкий автомобиль. Ресурсный. Угу. Ты, Кан, делал пневмотест? Нет, я обычно компрессию меряю компрессометром. У меня моторы теплые бывают. Это более, это более, конечно, это более качественное. Да? Так, смотри, мы меряем утечку, да, я так понимаю? Да, все верно. Угу, сейчас мы дойдем. Опа! Ооо, вообще прекрасно. Ага, все нормально держит, да? Угу. Так, давайте пока остальные проверим. Сейчас я видос запишу. Какой видос? Надо отправить. А, Сереги? Да, надо, да. Я тут, это конечно, на это уйдет какое-то время, потому что я такой пользую. Да и у нас тоже время какое-то уйдет. А, Сергей Александрович, ну смотри. Чистый достаточно мотор изнутри. Ну вот, осталось с эндоскопом посмотреть, потому что вакуумный тест тоже он прошел, поэтому все должно быть нормально. Как-то так. Поддон тоже чистый. Я думаю, что лучи ты не найдешь. Ну все, эндоскоп у нас внутри. Ты не туда смотришь, а сюда смотри. Да, все нормально. Какая красота, трехончик красивый. Пушка! Да. Горька. Все, отлично. Тогда мотор берем, а как ему оплатить? Я ему сейчас ссылку отправлю на оплату, и он уже сможет... А, и он с Белгорода сможет оплатить и вы отправите? За верх. Все, отлично. Диски что ли опять повезли? Движок. Движок. Все. Еще один счастливый клиент. Н-серия. Все, спасибо. Все, пойдем где-то оформляться. Это да, собираем, запаковываем. А там же можно, да, палубку всю вот эту вот, чтобы он додал? Да, конечно. Мы все соберем полностью, замотаем стрейч и отправим уже клиенту. Все, отлично. Все. Спасибо вам большое. Спасибо. Пришлось. Пошли. Пойдем. Пойдем. Все, спасибо. Во всяком случае, сегодня мы сделали достаточно много хороших дел. Да. Я предлагаю не откладывать долгий ящик, вернуться и начать потихонечку разбирать мотоцикл. Ишь. Ишь. Планета. Юпитер. Юпитер. Ишь. Юпитер 2. Насекает. А, и вот эта молодежь ничего не помнит. Господа, всем мира, добра, удачи. Подписывайтесь на канал. Никогда не знаешь, чем закончится серия, когда она начинается. Начали с мотоцикла, закончили японскими моторами. Но не немецкими. Не немецкими. Это все впереди. Да. Сергей Александрович, а на самом деле это наш замечательный подписчик. Он нас все время троллит. В инстаграме ями все время пишет личку, все время троллит. Говорит, японцы надежные, надежные. И вот, наконец-то, немцы ездят, а японцы легли. Но, так или иначе, поскольку это наш подписчик, надо было помочь. Всем мира, добра, удачи. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, обязательно комментируйте. Все самые полезные ссылки в описании. Вот и все. Моторы лучше берите в реальной из Японии. Не пожалеете. Притянитесь по ссылочке. Я думаю, вам скоро пригодится. И немцам тоже. Пока-либо. Пока.